МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях производители по глубокой переработке Оленина Евгений Тимошин и Владимир Верекин, а также руководитель Центра поддержки экспорта Сергей Попов. Здравствуйте! Здравствуйте, Оленина. Рада видеть вас в студии, Евгений. Владимир, расскажите, с чего все началось и кому пришла идея создать такой бизнес? Ну, это там на самом деле история такая довольно длинная и долгая. А так в один прекрасный момент, буквально года два назад, мы собрались, обсудили новое направление бизнеса, можно сказать, предприниматель, такие у нас не только мы вдвоем, у нас еще есть партнеры, и решили, что нам вот необходимо уже создавать новое юридическое лицо, чтобы целенаправленно заниматься уже глубокой переработкой Оленина. Вот и было принято решение совместно, чтобы начать производство лаком для домашних животных, ну, корма для непродуктивных животных. То есть у нас там была выработана определенная линейка продукции, которая сегодня насчитывает сколько? Ну, порядка 50 скамер. Ну да, где-то около 50. Вот сейчас на последней выставке нам даже вот заодно дали медаль золотую. Можно посмотреть. Да, за шоколад из печени оленя. На самом деле, вся линейка у нас базируется на субпродуктах оленя, которые, в принципе, сегодня, ну и сегодня они уже используются нами в качестве переработки, а до этого малые были воспользованы, использованы на этом рынке. И в основном это были отходы, которые либо утилизировались, уничтожались, либо выбрасывались, то есть либо отдавались в сыром виде, в каком-то еще виде на термы к собачникам, я имею в виду, в любые другие какие-то там организации или там, кому это было интересно. Но это был минимальный объем. Сегодня у нас на самом деле объем в сравнении с прошлым годом достаточно возрос. То есть мы уже вот этот год считаем закрытым, и мы уже ориентируемся на новый год. По прошлому году мы обработали порядка, наверное, 5-6 тонн субпродуктов. В последующий год мы уже планируем обработать порядка 25-30 тонн субпродуктов. Сегодня у нас уже есть постоянные клиенты, которые пользуются, среди которых пользуются спросом наши продукции. Ну и мы рассчитываем открыть новую линейку по пищевых добавкам из субпродуктов оленей, ну и вообще из продукции северного оленеводства. Вы называете свои продукции уникальной, а в чем уникальность? Ну и вообще олень как бы сам уникален, потому что это, допустим, то же самое мясо, оно единственное мясо в мире, которое содержит все витамин С, которое очень полезно для организма, не только человека, но и животных. Вот. Плюс технология уникальна. Мы ее долго оттачивали, долго приходили к ней. Вот. Это сушка при низких температурах, что позволяет сохранить все свойства уникальные оленины и минеральный витаминный состав. А где ваша продукция распространяется? То есть это ведь не только низкие окна? Нет. Ну сегодня вот у нас большое представительство на самом деле на Дальнем Востоке. На самом деле, наверное, тому и место быть. Почему? Потому что все-таки оленины, субпродукты оленей, вообще традиционно используются в традиционной медицине, извиняюсь за татологию, но страны Юго-Восточной Азии очень часто используют различные субпродукты оленя, разных видов оленя для лечения. Поэтому, наверное, это им традиционно, это их не пугает, это им для них не так ново и не так эксклюзивно, уникально, как для нас даже, наверное, здесь, в центральной части России. Но сегодня у нас Дальний Восток, например, представлены следующими городами Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск. И сегодня мы ведем переговоры с Архангельском, Самара, Москва, Санкт-Петербург. Москва, Санкт-Петербург у нас в Чесиничном тоже есть, но такие достаточно маленькие объемы. Ну и в Наринмаре у нас представлены периодически наши предприниматели наши продукты берут на реализацию. Вообще, вот, Владимиру, если добавить по уникальности продукции, я вот перед эфиром нужно было, вот задал вопрос мяса оленя. Единственное мясо, наверное, вот которому, если когда открываешь любую, там, какую-то статью, ссылку переходишь, то везде написано сразу о пользе. Первое, что пишется, это польза. У остальных других мяса в основном это вкус, там, чистота какая-то, здесь по оленю всегда польза, польза, польза. Незаменимый набор аминокислот, которые, да, там, нужны. Вот вообще мясо оленя, на самом деле, в разные вариации его даже лечились. Принимали как лекарство, в том числе даже при простудных заболеваниях, там, для женщин оно очень хорошо, там, в сушеном, вяленом виде, там, для мужчин в разной степени, там, по разным, наверное, направлениям. Поэтому всегда первый акцент на мясо оленя это польза, польза для здоровья. Вот это его уникальность, и уникальность в том числе и для животных. То есть вот те продукты, которые мы ориентировали на продукт готовый, они все носят приставку гипоаллергенную. Мы на самом деле проверяли, ну, много лабораторных исследований делали перед тем, как выпустить. И вот получилась такая гипоаллергенная линейка, которая достаточно широко пользуется спросом. Ну, а по вкусу это чисто натурально. Мы ничего не добавляем, у нас вообще нету, как говорят, таких промышленных хитростей никаких. То есть у нас все простота, залог успеха. Собачки уже оценили, кошки, да? Ну, в разной степени, да. А ценовая политика какая? Дорого обходится? В среднем 200 рублей за пачку. На одну позицию. А экспортировать планируете? Ну, да. Вот мы сейчас были на совместном центре поддержки экспорта нашим. Они вот такую вот нам прямо организовали хорошую помощь. Оценить, наверное, наш продукт. Где-то там изучить, оценить, попробовать поэкспортировать в Вьетнаме. Вот мы даже вот побывали на Russian Expo во Вьетнаме, в Ханое. Была выставка три дня. И, если честно, то мы на стенде были представлены три компании из Нейтска автономного округа. Но вот выставка начиналась в 10 утра, открывалась. Официальное открытие было в 2 часа дня. В 9 часов, когда мы пришли на выставку, я разложил свою продукцию. В 9.15 у нас 70% всей продукции уже купили. То есть 10 часов даже еще не было. То есть для них, для них наша вот продукция, она понятна. Вот самое главное, что она понятна. Им даже объяснять не нужно, вот что это. А еще потом те, кто приходит, еще интересно говорят, поднимают продукт. Полезно? Они очень многие знают несколько фраз российских. Полезно? Да, полезно. Все, они сразу же берут, покупают. Чисто натурально? Да, чисто натурально. Все приходят, покупают. Русские увидели, те, кто выставлялись в другие регионы, все сразу же приближали к нам. Что за секретики у вас такие? Где это все купить? И так далее. Ну, мы сейчас вот будем выставляться в интернет-магазине, в нашем общем. Ну, это там чуть-чуть позднее. Мы там в соцсетях, там где-то еще, через Центр развития экспорта. И вообще-то через Центр развития бизнеса. Тоже, наверное, сделаем и повестим, где это можно будет приобрести, и какие виды продукции у нас будут выпускаться. А так, на самом деле, мы получили обратную связь от тех, кто подходили к стенду. У нас порядка, наверное, там 60 было контактов только по нашей продукции. То есть это от фармпроизводителей, это производители пищевой продукции, это производители каких-то там добавок, каких-то там даже, я имею в виду, некоторые не фарм, а для косметики, то есть и так далее. И вот сейчас мы их все отрабатываем, уже прямо с некоторыми ведем переговоры. Некоторые даже хотят, чтобы вот какие-то первые контракты уже с ними заключили даже в этом году. Не знаю, как вот мы успеем ли отработать вот эти контакты, но стараемся. Сергей, ваш центр был создан недавно. Расскажите, где вы находитесь и какую непосредственную помощь могут от вас предприниматели получить? Да, конечно. Смотрите, на базе Центра развития бизнеса в этом году создан подразделение по поддержке экспорта. Наша задача — вывести окружных предпринимателей на зарубежные рынки. И вот одними из первых как раз стали ребята со своей уникальной продукцией. В этом году мы их уже успели вывести во Вьетнам и в Питер. Про питерскую выставку, думаю, скажут они еще поподробнее. Покажут еще раз свои золотые медали, свои награды и регалии. Но мы оказываем весь спектр поддержки по выводу на экспорт, начиная от сертификации продукции, поиска поставщиков, организации, бизнес-миссии, выставок, создания сайтов, переводов, то есть все, что нужно потенциальному экспортеру. Сейчас мы находимся в поиске, формируем пул активных предпринимателей. Так что призываем всех, выходить на зарубежные рынки, приглашаем к нам на Ненецкую 3 в Центр развития бизнеса. Мы поможем и выведем вас на экспорт. Спасибо большое. Евгений, а откуда берете продукцию, кто вам поставляет? Ну, мы работаем с несколькими СПК, то есть даже с несколькими частниками, с колхозами работаем. Но в основном у нас есть несколько таких опорных СПК. Я, наверное, не буду их называть, но это все-таки коммерческая цель, все-таки отношения второй стороны, ну, мы не знаем, как они отнесутся к тому, что мы им назовем сейчас. Но на самом деле у нас уже такие хорошие партнерские отношения сложились, дружественные. И те, с кем мы работаем, они от начала вот зарождения нашей идеи, когда мы вообще брались за это, они нас очень сильно поддержали. То есть они и эту идею нашу восприняли так хорошо, и поддержали в плане того, что даже для нас какие-то лояльные условия сделали партнерские. То есть так как мы были в стадии активного развития, то есть начало, начальное такая, где нужно было очень много вкладываться, и активно там как-то затратная такая большая часть была, они нам дали лояльные такие условия даже некоторые делали, то есть по хранению, по отсрочке платежей, по доставке, может быть, по упаковке там и так далее. Поэтому сегодня мы поддерживаем с ними партнерские отношения, дружественные связи хорошие, и стараемся их не подводить с своей стороны и выполнять свои обязательства. А что именно используете для производства? У нас на самом деле практически олени раскладываем полностью, если вот говорить о том, что мы даже некоторые вещи хотим больше получить, чем некоторые могут дать. У нас вот запросы, например, на некоторые есть железы, которые можно будет использовать, то есть тоже их не всегда выгодно, то есть даже доставать и производить. В дальнейшем мы готовы также софинансировать у производителей при забое как раз вот этот производственный процесс, потому что все эти производственные процессы, они затратные, и не всегда они экономически эффективны получаются для производителя продукции. Я имею в виду производителя наших оленеводов, ну, сельхозпредприятий. Поэтому вот сегодня мы стараемся пока получать то, что имеет хоть какую-то эффективность. Потому что, например, в основном, конечно, мы работаем с ближайшими СПК, так как все-таки логистика, а наш продукт не такой дорогой по себе, то есть именно сырьевая база не такая дорогая, и эффективность его доставки получать не всегда в плюсе даже. Иногда его проще реально там где-то оставить, чем довезти до нас. А где можно купить вашу продукцию? Вы сказали, что сайт, он в разработке, да, интернет-магазин? Будет общий интернет-магазин, вот под маркой сделанного НАУ. То есть вы поможете, да? Это центр развития бизнеса, да. И здесь на нем скоро можно будет уже, я думаю, что вот прямо в самых первых числах декабря полная линейка будет представлена на нем. А сейчас где? В магазинах нашего региона. Пользуется спросом, да? То есть продукции расходятся хорошо. У нас здесь? Да, здесь. В регионе? Наверное, кто-то вот уже получил, на самом деле, опыт, да, опыт, попробовали на своих питомцах, кому-то понравилось, кто-то там, может быть, как-то по-другому оценил, для кого-то критерии важнее, может быть, не сама, не сам предмет, чистота, там, гипоаллергенность и так далее. Здесь, да, может быть, ценовая категория с некоторыми производителями, например, с тех же таких подобных, я имею в виду, ну, наших там, уважаемых партнеров, которые делают лакомства, например, там, из свиньи, из говядины. Мы с ними, в принципе, вот, ну, конкурировать не можем. Наш ценовой сегмент будет всегда выше. Во-первых, у нас ограниченность данного продукта, во-вторых, наши условия Крайнего Севера не дают нам некоторые вещи сделать дешевле. Ну, и массовости он не несет. То есть мы не можем, да, вот, мы сегодня на выставке говорить, вот, присутствовали Сергей с Владимиром на выставке в Питере, Питерфуд, ну, и подошли с магнита, хотим в магнит, то есть все эти, да. физически это невозможно на сегодняшний момент, чтобы вот создать огромный завод, который бы, чтобы вот обеспечивал, да, такой ритейл. Некоторые там маленькие сети, да, ну, вот, например, вот по Дальнему Востоку мы очень с крупной сетью работаем, у них там больше ста своих магазинов, то есть они открываются, открываются, у них месяц еще буквально чуть ли не по 10 магазинов открываются, поэтому это такие достаточно большие, и вот, ну, мы их обеспечиваем порядка где-то 5,5 тысяч упаковок в месяц. А сколько сейчас в штате человек? Ну, у нас получается раз три человека на производстве, постоянно задействованы те, которые на производстве работают, плюс административный персонал еще три человека, и мы планируем на самом деле, ну, расширяться, расширять штат, но, наверное, со следующего года, так как вот некоторые вещи еще дополнительно будем производить, мы хотели еще там вот пищевую продукцию, сейчас вот работаем над линейкой пищевой продукции, поэтому там, наверное, скорее всего, будет отдельно, может быть, даже отдельное помещение, отдельное место производства, чтобы не совмещать две такие вещи, может быть, для кого-то это будет вызывать какой-то дискомфорт. А сейчас у вас один цех, да? Сейчас у нас один цех, да, несколько помещений, один цех, свои помещения складской есть, есть холодильник, морозильная камера, опять же, вот, морозильную камеру, получили поддержку по модернизации Центра развития бизнеса, тоже, там, знаете, как приятно для предпринимателя, на самом деле, все, что не потратил, это ты все заработал, поэтому... А долго длиться производство, переработки? Сколько времени занимает от того, как вы закупаете материалы, да? Мы закупаем в определенный момент, это момент забоя, у нас другой момент никак не закупишься, вот, соответственно, это все замораживать непосредственно на убойниках, привозить сюда, также храниться в замораженном виде, чтобы не разморозилось, не потеряло своих там полезных свойств, и в течение года это все перерабатывается, то есть, это всегда свежее, абсолютно свежее сырье. Да, самая популярная на данный момент какая продукция? Всегда, во все времена, мне кажется, это были рога. Ну, на самом деле, мясо тоже, и это... Есть чипсы у вас, по-моему, да? Да, да, есть чипсы из рогов, есть сплиты из рогов, но это для тех собак, которые, может быть, постарше, которым... Или те, которые ленивые, знаете, там, собачки, которым правда ленивые. Он, значит, для любого склада характера продукции. Да, фишка сделает. Понимаете, вот сейчас нам это буквально несколько дней назад прислали отзыв такой положительный в личное сообщение, там, и фотографии, и так далее, вот, говорит, кокер-спаниель, говорит, не отпускает, вот, урок, приезжали к нам сюда, партнеры, мы с ним, мы вот дали на пробу, он свой лист, своей собаке передал, и говорит, балуется, балуется, все, его грызет и не отпускает, и никак, и ничего, так вот. И это, на самом деле, не единичный такой вот, ну, отзыв. Почему? Потому что, на самом деле, в рогах-то у них очень много там витаминов, микроэлементов различных, и собака, вот, это не кость. От кости она насыщается только в плане того, что питательными свойствами, то есть, это как еда, пища, а рог-то, витаминная палочка такая некая, и она ее насыщается определенно, она может ее отложить. Отложила, например, рог, и потом через некоторое время опять берет ее, и опять же начинает. Поэтому, как только вот выработает, выработает свое назначение рог полностью, тогда его собака отпускает. И вот, ну, это период такой, месяца два-три, она его хватает. Поэтому, это длительная такая игрушка, натуральная длительная игрушка, хорошая, причем витаминная. Натуральная, да. Натуральная, да. Давайте вернемся к вашим регалиям, золотая медаль. За что вы ее получили? За шоколад из... Ну, для кого этот шоколад? Для людей или для животных? Для животных. Для животных. То есть еще есть такое лакомство. А он сладкое? Или что он из собой представляет? Нет. Скажи, почему? Почему шоколад? Ну, во-первых, шоколад, потому что он темного цвета печень, все понятно. Пахнет печенью. Ну, с оттенками. Да, с оттенками таким. Запах такой немножко с горечью получается. Вот такой вот, как вот шоколад, шоколад с печенью смешали. Вот. Соответственно, он себе не содержит шоколад, даже не подумайте, потому что любой супруговод знает, что шоколад смертельно опасен любой собаке. Потому что шоколад себе содержит, натуральный шоколад себе содержит не очень хорошие вещества для домашних питомцев. Много было конкурентов? Конкурентов хватало, но именно с продукцией из оленя там не было никого. Не ожидали, наверное, что получится золотую медаль? Конечно, это было очень приятно, когда нас назвали. Первые секунды, наверное, был большой шок. А был какой-то денежный подарок или что-то еще к золотой медали? Это было бы вообще очень приятно. Сертификат. Да, сертификат, да. Что теперь мы можем этот оттиск этой медальки у себя на упаковке размещать. Вы также ездили на Алтай, да, Евгений? Да, мы ездили на Алтай. На самом деле, когда у нас было принято уже решение о начале, старте по разработке линейки для людей, пищевых добавок, мы, в том числе, также опять поддержка Центра развития бизнеса, там что-то они нам столько помогают, потому что страшно становится. Не лучше. Как мы без вас-то будем дальше? Что-то это... Да, ну на самом деле, спасибо. Нет, это приятно, вы понимаете. Они же помогли и на начальном этапе, да? Вы выиграли крант на открытии бизнеса. Здесь, потому что все-таки на начальном этапе это, наверное, такая хорошая помощь, она такая, знаете, благородная. Почему? Потому что стартануть тяжело. Вроде сейчас мы выходим, это такое, то есть, снисходящее шли-шли-шли, а сейчас уже вроде как напрямую выходим, остановилось у нас эти вот... Стабильность какая-то. Стабильность, да, какую-то вот сейчас получили. Да, и вот на Алтай мы ездили по... Сейчас у нас очень хороший партнер, очень хороший товарищ, друг мы, которого мы вот приглашаем также сюда, скорее, в скором времени может и приедет, и не только нас проконсультирует еще раз, а может и других предпринимателей, потому что у него опыт огромный, у него своя база, у них, правда, там база по моралам, ну и плюс по дикоросам, у него своего производства, именно пищевых добавок, и мы вот обратили внимание на то, что все-таки это олени просто разных пород. Морал, он считается благородный. Ну да, да, и просто морал, он более изучен такой, именно, может быть, информационно изучен, в плане того, что все-таки он, территория его обитания, это как раз рядом со странами Юго-Восточной Азии, и вот то, что используется там в традиционной медицине у них, так сказать, в большей части это морал, но мы вот съездили, померились с ними, там мы рассказали о наших преимуществах, потому что мало кто знает, что Северный Олень, какие его преимущества, например, даже перед тем же моралом, когда мы уже там вот с Владимиром рассказывали, они, да, так поудивлялись. Но сегодня вот мы имеем такого партнера, такого наставника, который нас консультирует по некоторым вещам, нам очень приятно в этом, прямо что у нас вот сегодня есть такой друг, товарищ, который может нам дальше мерить, наставник, да, который может помогать. Ну и плюс вот у нас сегодня хорошее сотрудничество уже сложилось с Северным государственным медицинским университетом СГМУ. У нас с ними подписано соглашение, у нас не только с ними подписано соглашение, у нас подписано соглашение с Баумовским университетом, как ни странно, но Баумовский университет тоже заинтересован в какой-то степени, но там пока без подробностей, а вот с СГМУ, да, мы сегодня ведем как раз проработку по пищевой вот этой линейке, то есть они на себя приняли данные там обязательства, о которых мы договорились, мы с своей стороны выполняем, какие они, они ряд научных будут исследовательских работ производить на нашей продукции, то есть на нашем сырье, и в дальнейшем мы совместно с ними уже опробированную такую линейку на рынок планируем выпустить, в плане того, что, понимаете, в чем основная особенность в том, что когда выходит продукт, то, что можно о нем сказать, мы можем много сказать, потому что откройте интернет, наберите статьи, перепишите эти статьи, и вот польза получится там в трех томах, ну вот там это все, но это слова, слова, слова. А здесь на самом деле мы подошли так прям кардинально, прям фундаментально, и решили, что вот эти слова, слова, они немножко, давайте их опустим, и будем достоверную информацию давать, целостность и достоверность. Вот поэтому сегодня мы прямо с самого начала с таким сотрудничеством обзавелись с СГМУ, и выпустим уже, планируем выпускать на рынок, что у нас будет подтверждение, подтверждение, такой самый сильный, наверное, из сторон, который может быть, это медицинский государственный университет, тем более северный, то есть это вот как раз и среда обитания, и исследовательских работают. У них уже опыт, на самом деле, по этим данным продуктам есть, какие-то наработки. Да, а вы планируете еще создать линейку и для продукции, и для людей? Так вот я не думаю. Да, ну вот, а что в ней будет, что это будет за продукт? Можно поговорить конкретнее? Ну вот смотрите, например, мы представили, вот у нас сегодня есть линейка, это сушеное мясо оленя. Вот, например, в Юго-Восточной Азии, да, у них очень популярно такое, такой продукт, как сушеное мясо, вообще в принципе сушеное мясо, то есть не оленя, не оленя, не оленя, а сушеное мясо, там говядина, свинина, там курица, какие-то там, либо волокна, либо в таких цистрибах, просто сушеное, то есть это не как по-нашему, вяленое, да, немножко по-другому, то есть там, в чем отличается, там вяленое и сушеное, там технологи вам скажут, а вообще в принципе, если говорить, что в нем низкое содержание воды уже, то есть в окончательном продукте, там порядка 80% воды, поэтому это с низким содержанием воды, и получается прямо сухой продукт, и он тоже натуральный, вот прям без каких-либо давок, единственным консервантом там будет соль, обычная соль, то есть которая является, ну, природным таким консервантом, и причем ее добавлением будет такое, не такое, что он прям соленый продукт, то есть крайне низкое будет содержание, и это уже вот готовый продукт, который может использоваться в том числе, как пищевая добавка для спортсменов, для людей, там, у кого аллергия, у кого какие-то заболевания верхних дыхательных путей, там, кому витамины нужны, там, стрессы и так далее, и это уже вот, если говорить об этом, мы вот очень много научной литературы изучили за вот этот период, и очень даже много патентов есть, вот на данные продукты, но, может быть, в некотором виде мы хотим такой свой продукт создать, опираясь, конечно, на вот эти базовые знания, базовые данные, но все-таки сегодня адаптировать, потому что все-таки эти патенты, они, наверное, не, в основном это не российская разработка, это советская разработка, и северный олень очень сильно, ну, вот в конце, наверное, в 80-х годах, там, вот очень хорошо, там, плюс в 60-х годах, где-то очень хорошо изучался и раскладывался. Ну, надо продукт еще продать, чтобы продать, вернее, продукт, должна быть хорошая упаковка. Кто вам в этом помогает? Сейчас будет опять стыдно, да? Не почему. Ну, понятно, что она может еще на стадии разработки быть. Да, она в данный момент находится на стадии разработки, потому что, конечно, вариант еще мы не нашли, потому что, опять же, надо смотреть на, на что смотрят люди, то есть кому-то нравится она цветастая, кто-то более строгивает, и это очень довольно-таки долгое, долгое дело. Долгий процесс. Долгий процесс, да. Кроме субпродуктов и мяса, чем планируете еще заниматься? Дикоросы? Дикоросы, да, все правильно, дикоросы. Вот у нас, на самом деле, тоже отдельная линейка. Ну, отдельная, не отдельная. Здесь, понимаете, в таком комплексе, когда идут дикоросы совместно с субпродуктами, очень такой хороший эффект получается. Даже можно там громким словом энергетические, да, назвать, что могут давать двойную, там, даже тройную пользу от совместных каких-то продуктов готовых. И на самом деле у нас вот один из продуктов, это получается, что мы планируем создать сухие бальзамы. Сухие бальзамы, то есть которые настаиваются, это вот как раз из некоторых видов. У нас уже практически это с коммерческой тайны. Открываю, конечно, зря, но вдруг сейчас кто-то конкурент или вам воспользуется, новые идеи, там, вот эти центры, разве все бизнесы, они им помогут, и все, и кокет снова. Мы запикаем, рассказывайте мне. Да, да, да. Здесь вопрос такой, что вот можно будет настаивать при различных, наверное, каких-то жизненных ситуациях. Причем настаивать не обязательно на каких-то алкогольных напитках, можно будет настаивать просто на воде, ну, прям не на кипятке, на жестком, а на 80-градусный, там, можно ли так говорить, 80-градусный кипяток, не знаю, но вот так, настаиваться и несколько раз использоваться. То есть, вот это просто, он будет уже дозированный, уже, скорее всего, будет в какой-то емкости продаваться, в стекле, в пластике. То есть, здесь еще пока нету как раз требований к упаковке, ну, не проработан до конца этот вопрос. Ну, линейка, вот это как раз уже более-менее сформировано. И точно так же это вот вся эта компоновка, этот весь состав, весь букет будет проходить совместно как раз с Гомолом, в том числе. То есть, они там будут разрабатывать, что и как состав? Да, 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 да. Состав, чтобы усиливать некоторые, например, вещества, то есть, если, то для понятия тонуса, просто при каких-то заболеваниях, может быть, при каких-то там усталах, ну, тонус уже сказал, для спортсменов, может быть, да. И вот этот состав будет адаптирован уже непосредственно. То есть, травы, ягоды, да? Травы, ягоды, да, то есть, супродукты оленя. То есть, он будет с алтайским, может еще поконкурировать. Даже очень, да, 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 даже очень. Если вот, например, по содержанию цинка в крови оленя, да, оно десятикратно превосходит морала. Это же никто не знает, что, ну, не осведомлено население на самом деле, что вот такое превосходство у северного оленя. Здесь вопрос-то в том, что, ну, это в разных видах, это не везде, я имею в виду, это, ну, в определенном продукте сравнивалось. Здесь вопрос в том, что цинк, это прямой продукт, тестостерон, да, который необходим. поэтому и усваиваемость у северного оленя на самом деле поинтереснее, повыше, чем у морала продуктов, потому что все-таки питание у нашего северного оленя гораздо... Экологичнее. Да, и натуральное, и экологичная среда обитания, и ярко выраженная такая у него акцент на усваивание. Ну, и опять же, по травам у нас все-таки полярный день, и у нас травы, лечебные, вот эти дикоросы, они более насыщены витаминными, генералами за счет того, что-то крутые сутки, самостоятельно. Активный рост, да. За короткое время происходит активный рост, и из-за этого насыщение больше, и в том числе и усваиваемость, и вообще питательные вещества все сами лучше. Вот Нина, он также приезжал к нам председатель Союза дикоросов в России, тоже повествовал о некоторых вещах. Когда планируете в тюльнику выпустить? На следующий год. Ну, до конца года, да, уже. Уже приедете к нам с бальзамом, попробуем здесь. Да, да, да. И с шоколадом уже только для людей. Да. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Новых вам побед. Благодарных клиентов. Да, спасибо. Спасибо. Приглашайте еще. Обязательно. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова